В поселке Чонки три избирательных участка. В последние годы этот сельский населенный пункт стремительно развивается. Что касается непосредственной избирателей, то их активность члены комиссии называют высокой. Особо выделить какую-то возрастную категорию не берутся. На участки традиционно приходят целые семьи. Нередко сразу три поколения. Валерий Витошкин проживает в соседнем поселке Поляна. Говорит, что верит в будущее своей малой родины, а поэтому голосует за депутатов с активной жизненной позицией. И мы постоянно проводим какие-то мероприятия, садим деревья, благоустроиваем, стараемся. Стараемся помочь. Это есть надо власти, когда мы стараемся сделать лучшую жизнь. Не ждем, когда кто-то придет и скажет, давайте так или так. А мы сами. Кто-то есть, самое лучшее. И ведет это все депутат. Депутат, он как локомотив или все депутаты, как локомотивы, которые ведут остальной народ для каких-то свершений. На избирательном участке в агрогородке Уваровичек Ольге Авраменко особое отношение. И не только за ее 90-летний возраст. Ее знают далеко за границами Будокошлевского района. Ольга Авраменко – народный учитель Советского Союза с удостоверением номер один. Она уже давно выработала для себя критерии, по которым оценивает других людей. Депутаты – не исключение. Самое дорогое, считаю, в жизни своей – это быть человеком правдивым, честным, просто справедливым. Это самое главное в жизни каждого человека, кто ходит по земле. Свои критерии к будущим депутатам есть и у заслуженного работника сельского хозяйства Республики Беларусь Федора Жирикова. Практически всю жизнь он проработал в экспериментальной базе Уваровича и, судя по полученному званию, внес значительный вклад в развитие аграрной отрасли региона. Сегодня ему 75, однако классическим пенсионером его назвать трудно. Человек с активной жизненной позицией – это именно о Федоре Жирикове. Просмотрел и по телевизору, и в печати смотрел кандидатов в депутаты. И, на мой взгляд, мне хотелось бы, чтобы депутат был, во-первых, грамотный, во-вторых, он смелый, чтобы он мог выразить свои мысли и что-то сказать, допустим, деловое сказать. Не просто там поднять руку и проголосовать. И, конечно, хотел пожелать, чтобы они, в первую очередь, думали про нас, избирателей. Для этого мы и выбираем их, чтобы они служили народу, нам то есть. Примерно такие же пожелания сегодня высказывают и молодые избиратели. В Уваровичах впервые голосующих 10 человек. У каждого свои планы, но одно объединяет всех. Молодые сельчане свое будущее связывают исключительно с Беларусью.